Продолжение следует... В одном пункте офицер, выступая перед призывниками, говорил о преимуществах военной службы. И в конце концов, отслуживший в армии уже не будет жить в постоянном страхе, что его призовут служить. Солдат обращается к своему командиру с просьбой об отпуске по причине болезни его жены. — Я не стал бы вам отказывать, рядовой Иванов, — говорит полковник, — но дело в том, что я только что получил письмо от вашей жены, в котором она просит быть к вам поснисходительнее, и заодно сообщает, что чувствует себя прекрасно. Солдат отдал честь, повернулся и направился к двери. На пороге останавливается и, повернувшись к начальнику, говорит. — В нашем полку, товарищ полковник, есть два отчаянных пиздуна, и один из них я, поскольку я не женат. Директриса женского лицея звонит на военную базу. Трубку снимает лейтенант, говорит, — Алло. Директриса вещает. — У нас в субботу в лицее праздник с танцами. Не могли бы вы прислать нам десятка три молодых симпатичных солдат? — Конечно, пришлем. Никаких проблем. Только, пожалуйста, проследите, чтобы среди них не было евреев. — Нет проблем. Все сделаем, как просите. В назначенный день к лицею подкатывает автобус, и из него весело выскакивает 30 солдат-негров во главе с сержантом. Директриса обалдевшая. — Что это такое? Это какая-то ошибка. — Никакой ошибки быть не может, — отвечает сержант. — Лейтенант Голдберг никогда не ошибается. — Нахуя я ездил в этот Китай? — Это была шутка. К российскому президенту приезжает китайский президент и говорит, вы не могли бы нам помочь с проблемой атипичной пневмонии? Тот говорит, нет, к сожалению, не можем помочь. У нас своя проблема. У нас атипичная диарея. Нам совершенно насрать на вашу пневмонию. Любитель пешего туризма говорит приятелю. — Слушай, придется купить новую карту нашей области. Второй говорит, зачем? У нас же есть одна. Говорит, нет, старую мы давно уже всю исходили. Беседуют двое соседей. Один другому жалуется. Вы знаете, ваш пёс всю ночь выл. Если он будет продолжать, то это к смерти. Это что, такая примета? И кто же умрёт? Ваша собака. Один приятель говорит другому. Каждую неделю я ставлю перед собой 10 основных задач. Пять раз в неделю стараться приходить по утрам на работу и пять вечеров не забывать являться домой. Жарким летом Семён встречает приятеля и спрашивает. — Слушай, а у вашего дома тоже висит объявление, чтобы экономили воду? — Да. А я, между прочим, это уже давно делаю. — И как? — Принимаю душ с соседкой. — Слушай, а у вашего дома тоже висит объявление, чтобы экономили воду? Хозяин собаки спрашивает приятеля. — Ну, как тебе мой пёс? Тот говорит, нравится. Хорошенький, полненький, курносый. И бородавка возле носа прямо как у тебя. — СМЕХ — Грабитель Фомка открывает дверь квартиры, приоткрывается соседняя дверь, и оттуда слышится голос. — Драгоценности они прячут в вазе, а деньги под аквариумом. Два приятеля идут по улице, один другого спрашивает, — Чё ты улыбаешься-то, а? Чё ты рукой машешь? Тот говорит, — Да вот, девушка на меня смотрит и улыбается. Второй говорит, — Да это неудивительно. Я, когда увидел тебя в первый раз, чуть со смеху не помер. — СМЕХ — Дядя Петя, дядя Петя, я обработал картошку хлорофосом, а через час пошёл дождь. Как вы думаете, пропадут теперь жуки или нет? — Ну, как тебе сказать, пропасть-то они, конечно, не пропадут, но того здоровья, что имели, у них уже больше не будет. СМЕХ Гена с Чебурашкой купили коробок травы. Накурились, Гена пошёл в душ. Выбылся и кричит, — Чебурашка, принеси мне полотенце! Чебурашка метнулся к шкафу, взял полотенце и думает, — Вот Гена, какой хороший товарищ! Сейчас я постучусь к нему в дверь и скажу, — Геннадий, вы просили полотенце? Вот оно, пожалуйста! Потом думает, — Нет, я что-то так долго с ним никогда не разговаривал. Я просто постучусь и скажу, — Гена, ты просил полотенце, пожалуйста! Нет, ну, вроде так, Гена, я его тоже никогда не называл. Геннадием назвать тоже неудобно. Сказать, что просто возьми полотенце — неудобно. Я просто постучусь и скажу, — На! Стучится в дверь, открывает Гена. Он говорит, — А-а-а! Крокодил! Утром один сосед сочувственно говорит другому. — Слушай, во втором часу твоя жена сильно разбушевалась. Моя семья даже проснулась. — Пустяки, — говорит приятель. Это она просто накинулась на собаку. — Бедная тварь! Твоя жена грозилась отобрать у нее ключ от входной двери. Девушка, будущий скульптор, сработала фигуру Аполлона. Профессор посмотрел так, сяк, и говорит, — Неплохо. Неплохо. Но почему, милочка, вы все-таки думаете, что Аполлон был евреем? — Я балдею! — Да-да! Дед говорит внучке-студентке, — Да, куда катится этот мир, а? В мое время студентки еще умели краснеть. Внучка говорит, — Представляешь, что ты им говорил. Во время сдачи экзаменов профессор спрашивает студентку, — Ну, почему вы так сильно волнуетесь? Вы боитесь моих вопросов? Ну, что вы, профессор, я боюсь своих ответов. Идет семинар по анатомии в медицинском институте. Профессор спрашивает. Ну, скажите мне, пожалуйста, студентка Петрова, какая в человеческом организме самая твердая часть тела? Мужской член, профессор. Садитесь, Петрова, два. Самый твердый орган — это ноготь. А вы, надо сказать, оптимистка Петрова. Ну, ответьте мне, уважаемый студент, в чем измеряется сила тока? В километрах. Как это в километрах? Ну так, провода же тянутся, тянутся. Ваш диплом, уважаемый, очень трудно читать, говорит профессор студенту. Работа должна быть написана так, чтобы последний осел мог в ней разобраться. Понятно? Да, профессор. Что вам непонятно? Ну что, ребятки, кто мне скажет, какие три слова наиболее распространены в нашем институте? Пожалуйста, Петров. Я не знаю. Точно. Встречаются двое друзей, один другого спрашивает. Васька, ты куда поступил учиться? Тот говорит, в медицинский, а ты? А я в ветеринарный. Здорово, да? Когда выучимся, сможем лечить друг друга. На лекции по этике. Итак, дорогие мои, для того, чтобы закрепить материал, я бы хотел привести маленький пример из жизни. Представьте себе ситуацию. В автобусе вы замечаете, что у девушки на юбке, чуть ниже спины, волос. Как ей сказать об этом? Тянутся руки. Ну, хорошо, давайте, вот вы, молодой человек. Девушка, у вас на жопе волос. Нет, нет, это не культурно. Отвечать нужно по-другому. Ну, вот, девушка, вы скажите. Девушка, у вас на самом интересном месте? Нет, 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 это пошловато. Отвечать нужно примерно так. Девушка, у вас на плече волос. Девушка посмотрит на плечо, ничего. Посмотрит ниже, опять ничего. Еще и, наконец, заметит волос. И вы вышли с честью из затруднительного положения. И девушка рада. Тянется рука. Профессор, у вас на галстуке пуговица расстегнулась. В рот оно ебить. На экзамене по физике профессор спрашивает студента. Ну, дорогой мой, так какой же ток называется переменным? Ну, товарищ профессор, это такой ток, который нет-нет, да как ебанет. В институтской столовой очень мало мест и все заняты. Профессор занял себе место и пошел покупать еду. Пока он ходил, на его место уселся студент и с невозмутимым видом начал жрать. Профессор говорит, молодой человек, а вы знаете, чем человек отличается от скотины? Конечно, профессор, человек ест сидя, а скотина стоя. Два профессора идут по коридору университета и беседуют. Мимо них пробегает на огромной скорости студент и толкает одного из них. Профессор роняет бумаги и начинает их собирать. Второй профессор студенту. Как вам не стыдно, молодой человек? Вы прервали нашу деловую беседу и отвлекли отважные для Родины проблемы. Студент извиняется и убегает. Вставая, профессор говорит второму. Так на чем это мы остановились? А, так вот, потом как я ей всадил по самую мошонку, она ж застонала. Мужик заполняет анкету в отделе кадров. На вопрос, какими языками владеете, отвечает, русский, производственный и матерный. Котровик заглядывает через плечо и говорит, хуйня это все. Производственный и матерный, это одно и то же. Мелкий служащий ушел из офиса на полчаса раньше. Придя домой, он еще вперед не почувствовал запах дорогой сигары и заглянув в щелочку двери, увидел жену в объятиях шефа. Он повернулся и стремглав помчался обратно на службу. Едва дышавшись, он сказал сослуживцам, блядь, чуть не засыпался. Почтальон, налегая на весла, подгребает к маяку и со злостью вручает смотрителю маяка письмо. Тот на него смотрит ласково и говорит, дорогой, если ты еще раз приплывешь сюда такой сердитый, я, блядь, подпишусь на какую-нибудь газету. Жена говорит мужу, дорогой, вынеси ведро. Он говорит, пошла ты нахуй, это не мужское дело. Тогда жена раздевается, укладывается в постель, раздвигает ноги и говорит, ну, иди, блядь, выполняй мужские дела. Тот подошел к ней, посмотрел и говорит, ладно, где ведро? В отделе кадров интересуются у нанимающегося на работу. А как насчет выпить? Любитель? Обижаете, блядь, профессионал. Ура, товарищ, ура! Новый работник на второй день службы лезет под юбку своей начальницы. Она говорит, да что вы делаете? Вы с ума сошли? Он говорит, как, вы же сами сказали, что я должен начать снизу, если хочу чего-нибудь добиться. Один работник учреждения приходит к директору завода и говорит, вы знаете, я пришел жаловаться на вашего сотрудника. Да, и что он сделал? Он назвал меня мудаком. Да вы что? А что, вы рассчитывали на большее? Директор магазина принимает на работу нового продавца и спрашивает. Скажите, пожалуйста, а за годы работы у прилавка вы ни разу не судились? Что вы? Я стрелянный воробей. Меня хуй поймаешь. Мужик забегает в кабинет своего начальника, выливает ему на голову банку чернил, потом залезает на стол, начинает танцевать, потом снимает штаны, срет, и в этот момент в кабинет заглядывает его коллега и говорит, перестань, Иванов, перестань, мы пошутили, ты не получил наследство в 10 миллионов долларов. Директор конторы говорит подчиненному, ну все, блять, с меня хватит, вы уволены. Уволен? А я считал, что рабов продают. Встречаются двое новых русских, один другого спрашивает, ты имеешь секретаршу? Ты говоришь, нет, она приходит только печатать на машинке. Два ковбоя скачут по прерии. Увидев индейца, они снимают с него скальп, приезжают в салон и продают скальп за 50 долларов. Сидят, пьют виски, и в это время раздается стук в дверь. Один выглядывает на улицу и видит огромную толпу индейцев, а впереди того самого скальпированного. он поворачивается к другу и говорит, Джон, мы богаты. Забученный управляющий на мгновение отрывается от телефона и кричит, Эльза, где мой карандаш? У вас за ухом, шеф. Блять, вы же видите, что я занят. У меня нет времени. За каким ухом? Госкомиссия принимает новый дом. Председатель немножко выпил, закусил и говорит прорабу, ну вот мы подписали уже акт, но скажите, не кажется ли вам, что встроенные шкафы слишком велики? Какие нахуй шкафы, удивляется прораб? Это же, блять, комнаты. Шеф обращается к новому сотруднику. Мой заместитель объяснил вам, что вы будете делать? Да, сэр. Ну и что же он вам сказал? Что я должен просыпаться, когда вы появитесь. Охуеть! Действительно! Охуительно! Директор одной станции техобслуживания вызвал зависть всех своих конкурентов, потому что за короткий срок его доходы возросли в пять раз. Один из конкурентов разведал, в чем тут дело. Но хитер же этот тип, а? Рассказывает он своим друзьям. Нашел четырех ослепительных девушек, которые обслуживают его клиентов. И повсюду развесил лозунги. Каждый раз, как только поднимаются цены на бензин, наши юбки становятся короче. Шеф обращается к одному из своих сотрудников. Блять! Я же вас русским языком попросил повесить мое распоряжение в таком месте, где бы все его могли видеть. Ну, господин директор, я его и приклеил к жопе госпожи Ивановой, нашей самой сексуальной секретарши. Управляющий беседует с молодым человеком, который хочет устроиться на работу. В нашей фирме, говорит управляющий, очень заботится о чистоте. Вы вытерли ноги о коврик перед тем, как войти? О, конечно, разумеется. Во-вторых, продолжает управляющий, мы требуем от наших сотрудников честности. Никакого нахуй коврика там нет. Специалист по научной организации труда ознакомил начальника штаба части с персональным компьютером. Это устройство, товарищ полковник, уменьшит наполовину объем выполняемой вами работы. Понятно? Отлично! Установите в моем кабинете два таких компьютера. Министр начальнику Вызови мою машину Начальник заму Вызови машину патрона Зам диспетчеру Кадиллак шефу Бутин не ладен Диспетчеру начальнику гаража Телегу нашей образине Вам пиво? Спрашивает официант постоянного клиента Нет, я на машине Принесите минеральную воду Через минуту официант приносит водку и говорит Вы уже можете пить не только пиво, но и водку Вашу машину спиздили Новый русский зовет портье и говорит Мальчик, я вчера потерял в холле сто долларов Тот говорит Пожалуйста, получите В нашем отеле ничего не пропадает Тот говорит Спасибо Но слушай, я же вчера потерял одну бумажку А ты мне принес девять десяти долларовых и еще десять по доллару Зачем? А это, господин, для удобства Как-то один жилец у нас потерял тоже сто долларов А когда я ему их принес он сказал, что у него нет мелких К новому русскому приходят в гости друзья и один интересуется Слушай, Васька А что это у тебя в комнате на окне две сетки? Тот отвечает Ну, вот та, что поменьше она не пропускает комаров А та, что побольше не пропускает мух Ебенна мать Какие хамы Слышь, езжай-ка нахуй Однажды вечером молодой муж решил посидеть с друзьями в баре и говорит жене Дорогая, я выду на полчасика на улицу Она говорит А куда ты, родной, собрался? Золотко, ну, я бы в бар хотел заскочить, выпить пиво Ты хочешь пиво, котик? Смотри, я купил тебе 25 сортов пива и светлое, и темное Понимаешь, душа моя мне бы хотелось пиво с чипсами Я скоро вернусь Любимый, посмотри в шкаф Я там тебе такой набор чипсов припасла Слушай, Бельчонок Ну, в баре подают с горячими креветками моими любимыми Солнце мое Я как раз сейчас ставлю вариться твои любимые креветки Ну, как тебе объяснить, Синеглазочка В баре там совсем все по-другому Там можно иногда раскрепоститься и при этом даже никто не осудит Там даже матеряться свободно Так, милый Давай, блять, пей свое ебаное пиво с твоими сраными чипсами и этими ебаными креветками Потому что ты нахуй никуда не пойдешь, козел Любимый, ты у меня такой умный Такой умный Прямо гениальный Да нет, дорогая Я простой человек Просто ты у меня дура Муж и жена лежат в постели Жена доебывается до него И говорит Дорогой, я никак не могу заснуть У тебя нет никакой идеи Он говорит Есть Может быть тебя нокаутировать Муж говорит жене Дорогая, ты когда мои рубашки постираешь? Она говорит А почему бы тебе их самому не постирать? Потому что стирка — это женское дело Да ты что! Так вот, слушай, что я тебе скажу Я теперь феминистка и считаю, что мужчины и женщины абсолютно равны И я хочу, чтобы ты впредь обращался со мной соответственно Понял? Братан, помоги мне пианино на второй этаж захуячить Муж и жена ложатся в постель Она говорит Мне так болит голова Я так устала А муж говорит Смотри, ты как хочешь А я буду ебаться Молодая мамаша жалуется своей подруге Вчера прочитал в журнале совет Как только ребенок кончил сосать рожок с молоком Поставьте его под кран с холодной водой И хорошенько прочистите ершиком Дурацкий совет Ребенку это очень не понравилось Он кричал, как резанный Мать с подругой сидят на веранде и пьют чай Забегает ее сынишка и говорит Мама, мама, меня мальчишки на улице жопой дразнят Мать подруги Вот так всегда Забежит, пропердит что-то и убегает Правда, круто? У-ку Мама, мама А почему меня на улице мальчишки с кунцем дразнят? Не слышишь, сынок? Говори громче Мне в этом противогазе вообще плохо слышно Молодая супруга говорит мужу Слушай, я хотел тебе сделать сюрприз Купила на обед кролика Но вот никак не могу ощипать с него перья Молодые супруги поругались Жена в слезах кричит Все, между нами все кончено Я навсегда уезжаю к маме Собирает вещи Муж дает ей деньги на дорогу Жена пересчитывает И возмущенно кричит Блядь, от обратный путь Встречается двое друзей Один говорит Смотри, какие кривые ноги у этой девицы Тот говорит Ты что, ебнулся? Это моя невеста Да, но смотри, как ей это идет Девица спрашивает у парня Так вы хотите на мне жениться? Да, отвечает он Но ведь вы познакомились со мной Только три дня назад О нет, что вы Я с вами знаком уже два года С тех пор, как поступил в банк Где держит деньги ваш отец Молодая жена жалуется маме Ты знаешь, мой муж совсем мне не доверяет Ну а что такого он сделал? Ну понимаешь, сегодня я приготовил свой первый обед А он пригласил на него своего друга И как ты думаешь, кого? Доктора А когда я спросил, почему он пригласил именно доктора Он ответил На всякий случай Дорогой мой, скажи мне, пожалуйста Ты собираешься на мне жениться Потому что я унаследовала от тети Норы виллу? Конечно нет, родная Это просто смешно Я бы женился на тебе От кого бы ты ее не унаследовала Молодая невеста жалуется маме Мамочка, я не хочу выходить за него замуж Мамочка, он такой старый Мать ей утешает И говорит, ну что ты, доченька Ты же не собираешься его варить? Молодожены рассказывают друзьям, как прошла его свадьба Что было во дворце брак-сочетаний Как пировали за свадебным столом Какие получили подарки Друзья его спрашивают Ну, а что потом-то было? Что было потом? А то, что потом, оно было раньше Не волнуйтесь Молодой поэт флиртует с очаровательной девицей Итак, дорогая Что сказал твой отец, когда узнал, что я поэт? Спросил он игриво Ты знаешь, он просто просиял, говорит девчонка Но думаю, что это честно Не правда ли, дорогая, вдохновляется поэт? Не думаю Он обрадовался потому Что когда недавно выставлял за дверь моего предыдущего поклонника Выяснилось, что тот был боксером Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова